Территория Мордовского заповедника имени Смедовичи – это более 32 тысяч гектаров лесостепи. Из них к охранной зоне относятся чуть более 6 тысяч гектаров. Наблюдают за порядком заповедники 64 сотрудника. Но помимо охраны, флоры и фауны природного комплекса, работники занимаются изучением всего живого в этих местах. Основная наша задача – это наука, в первую очередь. То есть наши научные сотрудники находят новые виды животных, растений, насекомых. Иногда редкие виды находят, иногда даже виды, которые никогда не встречались на территории республики. Не только республики, но и страны в целом. Сохранение популяции животных – это одна из задач сотрудников заповедника. В 2019 году привезли зубров, чтобы восстановить их вид в нашей местности. Теперь они свободно гуляют по заповеднику и даже уходят в соседние области. Может быть, наконец-то мы, экопросветители, достучались до людей, что это все-таки мировой масштаб исчезновения этого вида. И наши зубры выходят в соседние районы, попадают на камеры в других регионах. И возвращаются все равно к нам назад. Они понимают, что Мордовский заповедник – это их дом, где их любят, кормят, холят и лелеют. Фотоловушки расставлены в местах обитания разных видов. Это помогает сотрудникам отследить маршруты животных и птиц. Но нередко в объективы камеры попадают люди. Туристы игнорируют информационные стенды и проходят по звериным тропам. Пройдя мимо аншлага, где крупными буквами написано «проход и проезд запрещены, зона абсолютного покоя», у нас были такие случаи, когда на фоне одного и того же квартального столбика с утра прошел Мишка, потом прошли Волки, а потом прошли два туриста, которые проживали на территории поселка Пушта в гостинице. Три года назад к заповеднику имени Смедовича присоединили национальный парк Смольный, который находится в Учалковском районе Мордовии. Расстояние в 250 километров не стало преградой для оперативного обмена информацией и развития природного комплекса. И все же некоторые проблемы есть. Недостаток кадров все-таки научного отдела, потому что у нас действительно специалистов в научном отделе не хватает в определенных сферах. Но и недостаток людей, потому что мы по людям соскучились из-за пандемии. Карантинные меры дали возможность сотрудникам Мордовского заповедника погрузиться в работу над новыми проектами и реализовать давно задуманные идеи. Сейчас для туристов разрабатывают новые маршруты и готовят интересные экспозиции. И с нетерпением ждут в гости всех любителей живой природы. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.